Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсуновский. Это видео-ссылка на статью. Статья в описании. Вы знаете, очень много ребят у меня начало писать код, но многие ребята приходили с такой вот, как правильно сказать, постановкой. Код понимаю, но писать не могу. Как это исправить? Я написал статью, которая может для многих являться планом. Больше эта статья относится к таким языкам Python, Kotlin, JS и, возможно, другим, где есть функции. Я показал, как одно упущение наматывает другое, третье и четвертое. Но также рассказал о глобальной ошибке многих программистов, которые начинают учиться, учитывая то, что начинающий человек даже не знает, с чего начать. Хотя на самом деле знает, и я это показал, что ведь каждый день человек принимает кучу решений, там поход в магазин, то это все программирование. Единственное, что он это называет обычными мыслями, но не называет какими-то техническими терминами. То есть программист каждый человек. И эта статья может служить руководством для начинающих, чтобы сэкономить время. По сути дела, смысл статьи сводится к простой вещи. Система работы над кодом ежедневная. И, как я уже сказал, я показал, как какие-то упущения конкретные, если берем вот эти три языка Python, Kotlin, GC, где основой является функция, я показал, что непонимание серьезного отношения к функциям при изучении приводит к тому, что у нас сначала полупонимание, потом мы приходим к классам, там методы работают также по законам функции плюс, да, там еще многое свое, а у нас наворачивается. Важно с первых шагов в изучении языка понять, как правильно изучить, как правильно изучать, а не затягивать тормоз уже по щелчку каждый день, куда-то торопясь и не понимая зачем. Потом проходит год, и мы начинаем искать причину. Вот я код понимаю, а писать не могу. А причина, вот эта причина, я как раз о ней и написал эту статью. Спасибо. Сайт spb-retout.ru Успехов!